Всем друзья Блэйдер и друзья Блэйдер, сейчас у нас будет реакция на девятую серию, девятую серию Блэйбер с Динамит Баттл, короче мы с вами опять отстаем в обоих случаях, в один случай это то что я сегодня, то есть вчера, вчера я не выпустил ролик, хотя должен был, ну типа каждый день я собирался ролики выпускать, но я уже подумал что сделаю перерыв один денек и сегодня не знаю успею не успею, но я его все равно постараюсь сделать видосик, ну короче и во втором моменте мы отстаем, что вышла уже десятая серия, сейчас пятница, поэтому нам надо быстренько нагадать вот эту серию, еще десятую и потом мы будем точно уже успевать за сериями по идее, надеюсь, ну и короче будем сразу же делать реакции на каждую новую серию, потому что ну я не буду думаю больше недель для задерживаться там с одной реакцией на серию, ну поэтому давайте не будем уже болтать, вот они комментарии с предыдущего ролика, если они вообще были, погнали. Так, опять непонятно название, ого какие огни прям в самолете, это прям мощь какая-то, и чё, взлетная полоса у нас показывается, и полетел такой самолет прям скоростной какой-то, так и короче вот у нас сидят, Вальт, Ранзоу, Белл, который кричит сумасшедшего, Ранзоу, какая-то такая рожица, ну дедушка с ними едет, ну как взрослый видимо, чтобы приглядывал. Куда они только едут, я не знаю, ну куда-то сражаться скорее всего там, те кто знает, ну он прям на веселее был, он летит, чего блин, до 100 пудов представляет, кто бы его туда пропустил, да, конечно, бедный Ранзоу, поспать ему не дают, хм, наглая рожа, наглая просто, как вообще с ним живут просто. Я говорю, ногти, это, это нормально, наверное, потому что нет, так, Басару тоже пытается уснуть, все спят. Кроме Ханны, а Ханна от начала все спать, что ли? Такой смолёт, как он реально, я не знаю, я не видел таких, ну реальности, по крайней мере, ну реальности вообще смолёт не видел, в смысле, что вот по интернету, по телевизору, там как-то так. Так, куда-то они прилетели. Мон, людишки ходят, Белл проснулся. А, его все бросили уже, скорее всего, он позже всех проснулся. О, а вот и этот, как его зовут-то я забыл. Надо просто послушать, просто послушать надо. Он, вот видно было, что он не мальчик, а Фиг знает, кто это. Либо это его на родственник, либо просто знакомый какой-то, типа, как помните, этот был, Ксандер, и типа, там та, что там офигня была, когда только Ника там подбежали. Типа, знакомый был, что? Уальт, опять что-то с присясткой было сейчас. Я не могу вспомнить, как его зовут. Короче, они сражаться потом будут со временем. Ну и вон, и бы не покажут ближайших серий, скорее всего. Ну я фиг знаю. Вот какая-то вот эта троица. Не знаю, кто это. Может быть, новый Бакасол, или не Бакасол, там, в каком бы другой команде. Ой, ты ж злой-то какой. Всех просто испугал, ютишек. Чё ж ты злой-то такой? Пугаешь всех. Не надо так. Фри, фри, ещё покажем. Почти, это же серий фри у нас появится с новым Фафнером. Вот они проехали. А, они к фри, что ли, ехали? Фигаси. Фига, там какие вот эти вот камни, всё вот это. Как будто вот реально их, как будто человек сделал. Ну не человек, а кто угодно. Ну что они именно такие ровные все. Вот видите, вот эти вот горы, все они прям... Не одна меньше, другая больше. Они все практически одинаково по-русски. Не знаю почему. Чё-то был на них разозлился. Я не могу понять, почему. Вот это вот интересное. Я забыл, как его зовут. Рошад Гудман. Я вспомнил, как его зовут. Рошад Гудман. Гудман. Гудмен. Там написано. А Гудмен это хороший человек. Да? Кого-то они прыгают, а почему они прыгают? Чего? Чё, чё за нафиг? Ну ладно. Надеюсь, что Ханни там нормально. Так, забрались они куда-то? А, пустыня. Фри тренировался же, дед, не в пустыне, а в камнях, где камни такие были. А это типа дальше чё, идёт пустыня? И типа... Ладно. Фри теперь может здесь тренируется? Ну так как, так как. И забучие пески. Всё, минус Белл. А, нифига не забучие, просто это вон так в песок угодил как-то. Не, немножко забучие какие-то. Сейчас они бежать, скорее всего, будут. Да, побежал. Анцов прям самый крутой. Ну, Белл, конечно, не отстаёт. Погнали. Ну и Варта сейчас тоже погоня. Да, это сейчас поди вперёд всех. Как забежит. Красноволосый. Как его? Рошад Гудна. Надо запомнить, что это Рошад. Рошад. Ну, какое-то имя такое непонятное. Всё, побежали. Оба. Бежит, бежит, бежит. Не, вон, а это такой цветной странный? Я не знаю. Фав, нифчик новый. А вот это интересно. Прям очень интересно, как он в реальности будет. Это мне очень интересно. Тем более, как он под наклоном себя будет вести. Я видел, что он вот эта вот пельня. Она у него драйвер. Он у него как бы наклоняется, что он типа берёт, отпружинивает таким образом. Вот эта вот чашечка, то есть сама. Сам драйвер, он наконечник, у него не пружинит, типа. Как и в других версиях. Он как бы и как драйвер Визард Фафнера, но всё же он имеет пружину, но в другом месте. Ну там или не пружин, но что-то пружинивший механизм какой-то. Что-то он имеет. Что и такие вставить или сразу? Сразу сражаться. А где рука у него? А, она у него типа так вот сделана. Ты думал, где рука у Ланзо? А был типа, почему? А ты пробежал нафиг. Ну был, ты опоздал, всё честно. Давайте уже с Ланзо, чтобы всё честно было. А ты сейчас возьмёт, как всегда, главный герой, если первый. Чё интересного-то? Пусть давайте спри уже. Фри сейчас. Опа. Ой, ну давай. Скорее всего, положит его. Дай нам это баттл систем. Где он её стрелил, самое интересное? Где он её взял? Где я взял? Где я взял? Где я взял систему? Где он взял систему динамит баттл? Где? Стопудовый дедушка, чем это? Написал, типа, с кем меня? Чё эти же системы? Мне надо создать бы. Чё-то не могу понять. А, ну типа такая же фишка. Ну давай запускай, типа. Всё, ну слабенький ещё. Разница-то. Опять. Лихийничает. такой вообще и самое интересное это всегда с первого раза получается когда он это придумывает что типа ну рукой положу фахнера если это срабатывать с первого раза когда он типа его представляют только нового фахня теперь его всегда скручивают даже рукой когда он там запускает но единственный фахня в который выложили это визард уме который выложил это его тоже раскручивали но там первый раз тоже когда он его ложил тоже все так получалось никогда первый раз вот такой движущий или запуск руки а фахня они побеждают поэтому сейчас логично что рогнарёк проиграет но скорее всего мало шансов что сейчас рогнарёк прям выиграть фахнира и так типа облажается в своем чудесном приеме на самом деле облажать еще больше но вряд ли такое будет сейчас фахнир просто эту силу поглотить да и все вот у него так ну давай вот такой фахнирчик классный мне нравится так мне кажется первая самая интересная была но самая лучшая кто первый фахни но со второй сезон а теперь такая красивая так а там оба и погибается резина вот самое интересное как это практически будет резина будет открываться нету вот это вот эти места мне кажется это место она все равно разорвется со временем гена прогибается погибается резина зависит как крепко это все просто возможно где-нибудь зацепить просто его за это место зацепил где-нибудь и очень сильная атака и просто взял вылазин там я думаю что это будет не очень практично а так в принципе это интересная идея потому что вот это вот то что прогибается она легко и поглощение энергии довольно большое поэтому можно сказать что он похож на предыдущего который мираж но у него во первых он более округлый типа у него там более выпирали в мираже вот эти вот части а здесь он бу они более углублены и помимо того он полностью этот слой практически состоит из резины больше резины состоит и как бы прогибается так ну вот у нас показывают что там ну типа будут фанаты какие-то бэлды как-то был возит куда-то короче вытрепывается хотя фритис она еще победить не могут сейчас будет скорее всего бой ну такой более официальный ас факт не и посмотрим вот этого драйвер прикольный в принципе но фишка такая по наклонам ну и короче нам так быстренько фри показали не знаю ничего особо не раскрыли только что показали битву ничего показали бы каком камешки там тягал и еще чем быть прикольно а то пока мисс ничего самого такого интересного не было кроме появления рошада гудмана вот этого вот как его называют фри и еще и все наверное и все больше никого не будет ну короче вот такая у нас была реакция если вам понравилось это видео и не знаю просто прикольная серия была вполне интересная ждем пока выйдет новый фарф не не знаю как это практично будет в плане сломаемости сломается не сломается он будет целый не знаю но в принципе мне новый фарф не вот нравится драйвер мне бы конечно хотелось чтобы каком быть нажимающийся но все-таки такие вот интересные изменения тоже прикольно то что это чашечка тоже с какой-то какой-никакой пружины это тоже очень интересно но короче такой сегодня он был видео с понравились видео ставьте лайки подпишите на канал заходи в описании пишите комментарии всем пока а а а а а а а а а